Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 17 мая 2019 года. Вот буквально пару дней назад я выпустила фильм внеплановый по археологическим раскопкам под Астраханию, там, где нашли якобы захоронение. То есть вот везде, сейчас заметили, спонтанно появляется, очень много находит якобы захоронений. Фильм назывался «Древний курган» или «Потоп XIX века». И вот по горячим следам, не успев еще, так сказать, все комментарии свои написать, дорогие мои зрители, потому что большинство людей задает вопрос, почему скрывают вещи очевидные. Когда мы показываем фильм, мы показываем вещи очевидные. Мы понимаем, что комментарии профессиональных археологов, которые там работают, или в новостной ленте, когда нам передают, они врут. Это просто ложь. Мы это видим, видим своими глазами. То есть нас держат за дураков, нам просто вот впаривают конкретную ложь. И люди удивляются, честно, вот почему они это делают, почему они так много врут. Но врут они давно, они врут с тех пор, как они обслуживают вот эту захватническую власть, которая здесь на планете по подсчетам не только моим, но и других исследователей, в том числе профессиональных некоторых историков. Я их называла в своих фильмах. Это где-то 16 века. Это дело длится. В Советском Союзе тоже самый исторический аспект. Он был, у него не было суверенитета, там тоже было вранье. То есть советская историческая кафедра поддерживала нормандскую теорию, поддерживала всю эту вот мутатень с происхождением всего там и с религиозными датами, со всеми этими делами. Она поддерживала вот эту лживую официальную позицию историческую. Почему лгут? Потому что и сегодня, сегодня тем более, потому что на всей археологии, может быть, вы не в курсе, но здесь нет абсолютно суверенитета. Все археологические раскопки курируются иностранцами, американцами. Здесь нам представляют только наших людей, как бы наши фамилии, русские фамилии, но там за всем этим стоят иностранцы. Они зорко следят, что они достают в этих археологических раскопках. Ничего, что выходит за рамки того, что должно знать вот это население, которое ничего не должно знать, как сами понимаете, они не допустят. Мало того, они обучают наших археологов, и те получают сертификаты. Я так полагаю, что сертификаты получают те, кто наиболее лоялен, кто проходит психологическую тоже обработку, и он наиболее лоялен, и он лишнего слова не скажет. Поэтому ждать от археологов, что они там чего-то сообщат, не стоит. Потому что те, которые бы сообщили, их просто не допустят, как не слишком лояльных иностранной оккупационной власти. А те, которые лояльны, они ничего не скажут, потому что они верные служаки. Вот и все. Вот что получается. Ну и что? И на фоне вот этого фильма мне присылают комментарий. Татьяна. Здравствуйте, Галина. Являюсь жительницей города Пскова. Хочется поделиться с вами ссылкой на статью в газете, посвященной производимыми в настоящее время археологическими раскопками в одном из самых знаменитых музеев города Пскова и Псковской области Паганкиной палаты. Действительно, это очень известное место. Это каменное здание, построенное в 1670-х годах. Если честно, тема в статье освещается очень поверхностно, хотя археологи говорят, что там найдено очень много всего, вплоть до человеческих останков внутри здания. Однако на просторах интернета не так много фотографий. Вот ссылка на статью. Понимаю, что вас заваливают подобными сообщениями, но вдруг вас это заинтересует. Ну, естественно, да, я готовила другой фильм, я отвлеклась и перешла по ссылке. Вот срочно, буквально по горячим следам, делаю этот короткий такой видеообзор. Почему? Потому что для меня Псков, ну, не чужой город. Я там была, я сделала очень много съемок, и я сделала 4 фильма исследовательских по городу Пскову, в которых я четко доказала, что город засыпан, засыпан искусственно. Он был очень сильно разрушен еще до Великой Отечественной войны. Он был сильно разрушен, и фотографировать его можно было по официальной версии. Это написано в книге, я все это показывала, только 1894 года. И то иностранцу, немцу, разрешили сделать первое фотоателье и открытки Пскова. То есть отремонтировали и стали показывать. До этого все. Я там говорила по поводу мостов княгини Ольги. Я нашла 4 разрушенных моста через реку Великую. То есть я много там чего, это очень интересные фильмы, рекомендую вам их посмотреть, особенно тем, кто недавно на моем канале. Так вот, как перекликается, каким образом перекликается вот эта статья с этими раскопами, с предыдущего раскопа о Астрахани? Ну, тем же самым. Потому что найдены действительно человеческие останки. Еще меня всегда вызывал вопрос, что самый богатый купец, как они говорят, богатый купец Паганкин, вот кто такую фамилию вообще себе выбирает? Я полагаю, что это связано с чем-то с другим. Это с какой-то ситуацией связано. Возможно, не было никакого такого купца, как, естественно, любая история, которую они нам сочиняют. Здесь вообще надо вот, ну, в полуха только слушать, только конкретно физику, которую они находят. Тем более по городу Пскову такого троллинга, как по городу Пскову, еще Новороссийску, такой силы троллинга, такой атаки на меня не было. Там, как я выяснила, в результате этого троллинга, естественно, я тоже проверяю эти источники, откуда, так сказать, ветер дует, поганый ветер, откуда дует. И выяснила, пришла к выводу, что там очень много НКО зарубежных, вражеских НКО, и которые связаны именно, они сидят, эти люди, они в основном сидят как раз вот на археологии. Они все с друг другом связаны. И они сидят, там еще занимаются историческими вот этими всеми местами. То есть конкретные враги, понимаете, которые вот, ну, русофобы, которые призывают, вот люди Навального, люди Сороса напрямую, понимаете, вот следы туда ведут. Вот кто сидит, как клещи, как клопы на нашей археологии, на нашей архитектуре, на нашей истории, и которые, естественно, сами понимаете, шагу не дадут, правда сказать, пролить, которые, вот их оккупационную, захватническую власть будет там как-то, может ее повернуть. Но потом это еще громадные деньги, потому что на зарубежных рынках эти все настоящие археологические находки, они, конечно же, и баснословные деньги, это бизнес. И это все уплывает из страны на протяжении многих лет. Такая же ситуация в Костенках, они тоже там курировали, об этом еще Задурнов говорил много лет назад, что это все курируют иностранцы, в основном американские. Это большой бизнес. Ну и плюс, они знают, чего они ищут, и они это, безусловно, находят, им самое главное, чтобы не было утечки информации. А мы берем все из открытых источников, и сейчас мы посмотрим опять-таки видео очередное и посмотрим статью эту. Псковские археологи исследуют так называемые Паганкины палаты. Здание входит в комплекс Псковского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Это как раз собственно территория кладбища. Так, территория кладбища. Потому что найдены останки. А что же это еще может быть? Обратите внимание на слои. Мы видим плодородный слой небольшой, это современный. Дальше слой глины. Опять плодородный слой покрупнее. Вот межпотопный вот этот период. Значит, было два как минимум. И здесь еще один маленький. Несколько раз засыпали Псков глиной. Вот здесь вот на этом разрезе это очень хорошо видно. На территории кладбища построил купец Сергей Паганкин. Дом-крепость крупнейший не только для Пскова, но даже для Европы 17 века. Купец, богатейший, самый богатый человек построил на кладбище вместе с останками, потому что они там останки находят. Он построил себе здание вот это. Вот теперь давайте просто прикинем на современных, на современных олигархов, на современных богатых людей. Из них кто-нибудь строит себе дома, дворцы, вилы на территории кладбища, как потом выяснится чумных кладбищ. Вот просто так вопрос задать. А здесь можно, потому что это 18 век, никто не проверит. Археологи открывают погребения возле стен, вынимают кости с культуры. Погребения возле стен. Стены строятся прямо на погребении, якобы. Вот они когда говорят, видимо, они сами не понимают, что они пишут. Для них написали вот эту шпаргалку, они говорят как зомби, они даже смысл этого, то, что они говорят, не вслушиваются. Так еще раз прослушаем. Самый богатый человек Пскова для строительства скупал кладбище. Вот, понимаете, земли, получается, для него больше не было. Вот чем была занята земля, что больше он не мог нигде купить для своих палат землю, как только на территории кладбищ. Вот, что вещают в новостной ленте. Окульный город, золотое место для археологов. Здесь фактически... Окульный город – это золотое место для археологов, только не для наших археологов, а для иностранных археологов. От губернского Пскова до 15 века возможные более ранние отложения здесь присутствуют. След руки мастера сохранила керарика удивительной красоты в коллекции находок. Итак, вот в этом небольшом сюжете, там дальше послушаем, мы что видим? Сразу, что это кладбище, это останки, это Паганкин. Хотя его род прекратился в 18 веке, это не имеет значения. Они все знают, это Паганкин и это кладбище. В начале 18 века остается внук Григорию. А в 1709 году у нас мор происходит, чума, чумный мор. Так, у них чумный мор происходит. Обратите внимание, чумный мор, он везде происходит. В Москве, когда я делала фильм по 1812 году по Дорогомиловскому кладбищу, там, где Наполеон шел, входил в Москву по Дорогомиловской дороге, то, что сейчас вот там, где Парк Победы, то, что вот, где Триумфальная арка московская стоит, я делала фильм вот с этого места. И там как раз построили на этом чумном, кладбище якобы, где было несколько тысяч останков мужчин захоронено, мужчин, не просто там гражданских людей, а именно мужчин молодых. Это больше похоже на воинское захоронение. Но его назвали чумным кладбищем. И на этом чумном кладбище, оказывается, генсеки построили себе дома. То есть вот знаменитые элитные дома, в которых жил Брежнев, Андропов, они, оказывается, на чумном кладбище живут. Вот это нам все впаривает, и мы все это молчим, молча, как будто так, само собой, и ни у кого вопросов не возникает, что самое интересное. И не возникало. Вот до этого момента, когда мы все начали заниматься вот этими исследованиями, мы как будто действительно проснулись все. и род Паганкиных просто прекращается. А так выглядит вот статья. Псковедут ремонт в музейном квартале Паганкина палата 17 века. Что здесь? Тут картинки можно посмотреть. К сожалению, археологический памятник не изучен. Были небольшие раскопки около крыльца, еще какие-то небольшие шовцы были, но они особенно ничего не дали. Это были очень маленькие исследования. Очень хорошая, качественная строительная работа, хорошая кладка, обтесанные камни. Очень хорошо все это сделано. И вот интересная фраза. В 19 веке пристройку засыпали землей. В 1711 году умер последний представитель рода Паганкиных. С тех пор здание использовалось по-разному, в том числе в качестве складов. Когда-то оно и лишилось всего своего лоска и уникальности. Соответственно, ничего о Паганкиных сказать или доказать документов. Ну, естественно, нам никто не покажет никаких документов. Но вызывает удивление сама фамилия Паганкина в завершении этого фильма. Кто такой Сергей Паганкин, я решила узнать. Слово впечатляет. Вот такая статья тут. Купец Паганкин. Легенды о Паганкиных палатах. Почему Паганкин столь необычная для России фамилия? На этот счет по Пскову гуляло несколько преданий. То есть, опять-таки, неизвестно. Вот одно из них. Старые люди еще помнили, что как раз на том месте, где сейчас красуется Паганкина палата, некогда находилась жалкая, полуразрушенная лачуга бондаря-педняка. Бондарю, пробивающемуся своим ремеслом, едва удалось сводить концы с концами, чтобы не умереть с голода от скудного пропитания. Тянулась такая постыдная жизнь день за днем, месяц за месяцем, и конца ее нужды не было видно. Как-то в один из вечеров сидел в бондаре возле тусклой, слабо потрескивающей лучины, заканчивал спешный заказ. Уж было и спать собрался ложиться, да вдруг увидел, как мимо него по земляному полу прошмыгнула громадная крыса и скрылась в дальнем углу лачуги, где находилось куриное гнездо. Ах ты, тварь, бессовестный, совсем страх потеряла, закричал бондарь. Он схватил тяжелую кочегу, погнался за крысой и заглянул в темный угол. В полумраке его привлек какой-то неясный блеск. Бондарь нагнулся, пожарил рукой и, к счастливому изумлению, поднял с земли настоящую золотую монету. Прямо Буратино. Спрятав ее в карман, он стал рыться в углу дальше и вскоре обнаружил целый клад золотых монет. Ну, точно Буратино. И папа Карло. Вот с этих несчастных денег бондарь и разбогател, и на них стилачуги, палаты себе выстроил. Ну, а так как в те времена деньги, найденные в каком-либо кладе, считались в народе бесовскими или поганами, то и получил бондарь прозвище по деньгам поганки. Ну, вот вам на закуску вот такая история. А мы тут буквально прослушали, что построил он на месте кладбище, да? Оказывается, никакого кладбища не было, никто его и не помнит, это кладбище. А была вот такая история с крысой и золотым кладом. Еще осталось холст, на холсте очаг и котел кипящий. И попадаем прямо в сказку про Буратино. Значит, кладбища никакого здесь не было. Вот, пожалуйста, как все сочиняется. И вот эти вот предания, вот «Познай свой край родной», тоже официальный сайт. Не договорились ребята, вместе с археологами, не договорились и написали вот такую историю. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам этот фильм понравился. Оставляйте комментарии. С вами была Галина Конышева. А мы продолжаем свои расследования. И вас ждет продолжение темы «Мертвого переулка. Третья часть». «Мертвого переулка»